Это программа «День с толком» в студии Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Сколько времени потребовалось, чтобы статистика по коронавирусу перестала показывать ежедневные смерти? Первые пробки и первые ДТП. Как барнаульцы начали первый день двухлетнего ремонта моста на новом рынке? Сражаться за звание и не только, чему тренеры учат своих подопечных теннисистов. В Алтайском крае за прошедшие сутки никто не умер от коронавируса. Впервые за долгое время, если учесть, что пандемия уже растянулась на два с лишним года. Первые потери от ковида в регионе начались 24 апреля 2020-го. В этот день умер 57-летний житель села Логовской Первомайского района. Сообщалось, что мужчина находился на гемодиализе, что осложняло течение болезни. Позже, как мы помним, из жизни начали уходить даже молодые люди, зачастую относительно здоровые. Алтайский край помнит переполненные морги и работу врачей красной зоны. Смотришь на улицу, то люди не верят, потому что они этого не видят. Потому что не видно, когда с окошка смотришь, и папа там молодой человек, то есть лет 40, кричит, дорогая, живи. А ребенок в 7 лет стоит на коленках и молится, просто плачет. За все время пандемии в Алтайском крае от коронавируса умерло 8620 человек. В периоды вспышек ковида за сутки умирало в среднем 20 человек. Не хотелось бы сглазить, но мы очень надеемся, что на этом смертельная статистика прервется. Хаос и неразбериха – именно так сегодня утром выглядел район Нового рынка. Накануне там начали строительство разворотного трамвайного кольца. Это один из этапов ремонта путепровода на новом рынке. В связи с этим на проспекте Ленина пришлось перекрыть движение в сторону космонавтов. Наша съемочная группа сегодня побывала на месте и убедилась, что далеко не все жители города были готовы к изменениям. И ведь это только начало, продолжит Ирина Корчагина. Строить разворотное кольцо на новом рынке начали еще вчера, 10 мая, в выходной день, чтобы водители смогли адаптироваться к новой схеме движения. Поэтому именно сегодня, в первый рабочий день, жители Барнаула смогли почувствовать всю серьезность этого мероприятия. С самого утра город стоит в семибальных пробках, особенно в районе Нового рынка. На пересечении улицы Пионеров и проспекта Калинина уже произошло первое ДТП. Сложности возникают не только у водителей, но и у тех, кто передвигается на своих двух. Выбегают от растерянности прямо на дорогу. Привычный пешеходный переход на новом рынке перекрыт. Временная зебра появилась в нескольких метрах от прежнего перехода. Установлены знаки, стрелки, но пока новая схема путает прохожих. Пока дубльги спасает. Ну, не заблудилась, прошла там. Нет, все нормально. Никаких стрессов. Как вы думаете, людям сложно будет разобраться? Да ну, пойди разберутся, что ж. Особенно молодежь на работу едут, а старички так. Ну, пойди, дети им разъяснят. Куда больше проблем теперь у водителей. По четной стороне Ленинского проспекта в сторону космонавтов движение сейчас перекрыто. В районе нового рынка водителям теперь можно уходить только на улицу Пионеров. Уже сегодня автобусное сообщение у нас осуществляет движение через проспект Калинина, дальше по улице Аносова, а в обратном направлении по привычным маршрутам. Соответственно, когда мы построим кольцо и закроем путепровод полностью, то движение автобусное уже будет осуществляться в том числе и в обратном направлении, через улицу Аносова и проспект Калинина. Ориентировочно 25 мая мост полностью перекроют. В эти же дни начнется строительство второго разворотного кольца у дома быта. Напомним, кольца обустраивают для того, чтобы сохранить трамвайное движение в период закрытия моста. С 20-го числа будет закрыто полностью движение трамваев. После 23-го числа произведена будет асфальтировка полотна и откроется движение по кольцу. Пересадочный талон будет действовать пассажир, который едет на трамвай до дома Пионеров. Здесь выходит на остановки, переходит через пешеходный переход, который будет организован. И садится на любой вид городского электрического транспорта у дома быта и может двигаться в любом направлении. То есть уже 23-го мая пассажиры будут получать пересадочный талон, который действует полтора часа. Кстати, далеко не в каждом автобусе сегодня размещена информация о новой схеме проезда. На это жалуются в соцсетях. Хотя, как нам сообщили в мэрии, с перевозчиками проводилась работа. Во многом ситуацию сейчас спасают сотрудники ГИБДД, которые дежурят на самых болезненных точках. Ленина-Пионеров и Калинина-Пионеров. Сейчас нашими специалистами совместно с сотрудниками ГИБДД мы на основных точках ключевых специалистов стоят, смотрят. В связи с изменением трафика движения будем корректировать работу светофорных объектов. Первое время будут работать экипажи ДПС. В случае именно возникновения заторов ситуации они уже прибегают к регулированию движения. Сотрудники ГИБДД также будут следить за нарушителями, которые заезжают на выделенную полосу для общественного транспорта. Такая полоса появилась от улицы Партизанской до площади Октября, а также от проспекта Калинина до улицы Цеховой. В июле нарушения также будут фиксировать камеры. Как уже сообщалось ранее, в целом новая схема движения ориентирована на то, чтобы горожане пересаживались на общественный транспорт. Ведь в среднем владельцы авто в час пик будут добираться на работу на час дольше. Вероятно, скоро у жителей Барнаула произойдет стадия принятия. Ведь ремонт путепровода, который находится в аварийном состоянии, откладывать было уже нельзя. Добавим, что город вернется к привычной схеме движения на новом рынке только осенью 2023 года, когда ремонт будет завершен. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Два района Барнаула, Железнодорожный и Октябрьский, остались без горячей воды. Начались гидравлические испытания, которые предотвращают десятки коммунальных аварий. Чтобы зимой не остаться без воды из-за прорыва, сегодня Сибирская генерирующая компания проверяет трубы около полутора тысяч километров. Всего на работу отведено 13 дней, и это на неделю меньше, чем в прошлом году. Уже 23 мая горячая вода появится в Железнодорожном и Октябрьском районах. Это контур Барнаульской ТЭЦ-2. Чуть раньше, 19-го, воду дадут на ТЭЦ-3 в Центральном и частично Индустриальном. Оставшуюся часть района отключат следом 24 мая. Это улицы Попова, Северо-Западная, Павловский тракт и другие. Также в городе начнут и гидравлические испытания тепловых сетей, которые относятся к малым котельным. В прошлом году в ходе испытаний контура ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 нам удалось выявить устранить 491 повреждение. В этом году мы прессуем по магистральной сети. Отключаем одну ветку с потребителями, остальная часть города остается с горячей водой. 13 дней проводим профилактические испытания. Не последние отставки, так комментируют политологи, единовременный уход с постов губернаторов сразу пяти российских регионов. К слову, ротации глав ждали еще в конце февраля, но сроки сдвинулись из-за начала специальной военной операции. Пока неизвестно, будут ли губернаторов назначать или выбирать на сентябрьских выборах, но ротация пройдет даже в большем числе регионов, чем планировалось. По мнению политолога Константина Лукина, в течение ближайших 10 дней добровольно сложат полномочия еще от одного до трех руководителей регионов. По губернаторским кампаниям этот год один из самых больших. У нас 16 губернаторских выборов в России. И на данный момент из них только 8 назначены в Рио. Еще есть вопросы по части тех губернаторов, которые отсидели те же два срока, от которых у населения есть усталость и на выборы им, наверное, нет смысла выходить. Второе – это невозможность, например, губернаторов собрать региональные элиты, ну вот в один кулак, и отмобилизовать их на какие-то экономические свершения. И третье – это невыполнение КПА, поставленные Москвой. Губернатор нашего края свой первый срок еще не отработал, и его результаты, по мнению Лукина, оценят скорее в следующем году. А пока у Томенко по-прежнему есть кредит доверия от населения, региональные элиты, задачи Москвы выполняются. К следующему году будет учитываться и то, как регионы смогли адаптироваться и иммобилизовать свою работу, в том числе в сфере импортозамещения в условиях западных санкций. Как перестроились новые реальности, как смогли удержаться и выплатить. При том, что здесь географические особенности Алтайского края и упор на сельское хозяйство, которое лежит в том числе в основе импорта, замещение дает все карты Виктору Петровичу. После выхода материала про второклассника 114-й Барнаульской школы, на поведение которого жалуются и сверстники, и учителя, прошло больше месяца. За это время всплыли новые подробности скандальной истории, но несмотря на общественные резонансы и систематические коллективные обращения родителей во всевозможные инстанции, ситуация не меняется. На нас снова вышли родители, которые не знают, как заступиться за своих детей. О том, что творится в школе, по версии мам и пап пострадавших детей, расскажет наш корреспондент София Яценко. История о 10-летнем школьнике, который отравляет жизнь своим одноклассникам, продолжает обрастать новыми подробностями. После обвинения мальчика в девиантном поведении, наша редакция пообщалась с его законным представителем. Мама вину сына полностью отрицала. Кроме того, уверяла, что избивая детей не ее сын, а наоборот, дети издеваются над мальчиком. Однако родители второклашек продолжают бояться за своих детей и пытаются решить проблему. Мы получили сообщение сразу от нескольких мам детей, пострадавших от рук агрессивного мальчика. Чтобы пролить свет на то, что действительно происходит с их детьми в школьных стенах, они прислали свои доказательства. На этих фотографиях отчетливо видны ссадины и синяки, которые по словам. Мамочек появились на детях в результате побоев школьника-изверга. Фото сопровождаются и медицинскими справками с заключением специалистов. Родители говорят, побой приходится снимать систематически, поэтому подобных справок накопилось прилично. Эти документы – доказательство обращений в полицию. Однако в возбуждении уголовного дела в отношении второклассника было отказано. А это уже другое заявление и снова отказ. Даже административная ответственность второкласснику не грозит. А между тем безнаказанность мальчика порождает новые случаи издевательства над одноклассниками. Все время дневники исчерканы, тетрадки исчерканы, уже сколько их переменяли. Учебники постоянно изрисовывают, рвет. То есть может просто залезть в порцель, в кулак смять тетрадь и назад засунуть. Плюс сексуальные какие-то подтексты подходят, грубо говоря, расставляют руки и говорят, пососешь. Вот я, если честно, в шоке была от этой ситуации, даже не знал, как об этом говорить. Родители продолжают собирать справки и обращаются во все возможные инстанции. А между тем в Комитете по образованию города Барнаула нас заверили. Ситуацию взяли на контроль. И даже отчитались за проведенное родительское собрание в классе на темы «Разные дети на этой планете» и ответственность за распространение информации, порочащие честь и достоинство. Но достаточно ли таких мер в конкретном случае? Мы продолжим следить за развитием истории, проблему которой не может решить ни школа, ни администрация, ни другие органы власти. Целый детсад эвакуировали в селе Березовка Первомайского района. Спасатели МЧС вывели на улицу 89 детей. К 12 часам дня детсад уже был пуст, но не закрыт. Наша съемочная группа попала внутрь, чтобы узнать подробности. Трещина небольшая, не нужна помощь, все сделаю. Трещины на стенах, из-за которых здание стало опасным, нам не показали. Известно, что обнаружили их сегодня утром. Заведующая детсадом медлить не стала. Женщина тут же позвонила в администрацию. Не понимаем, что там происходит. Мы приняли решение, что детский сад пока мы ограничиваем доступ детей. На данный момент дети распустятся по домам. А в ближайшее время мы будем решать, может быть, часть детей перейдет в другой корпус. Ну и по итогам экспертизы будет понятно, можем мы эксплуатировать этот корпус. Виноват ли подрядчик, пока неизвестно. Но уже возникают вопросы, ведь здание строилось с нуля, ему нет и 10 лет. Но делать пока какие-то выводы рано, объясняет в администрации. Биатлонисты с Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской области и Камчатского края сошлись в гонке уже традиционной эстафете поколений. Соревнования, которые проходят на Барнаульском биатлонном комплексе уже пятый год подряд, посвящены победе в Великой Отечественной войне. Подробнее о зрелищных стартах в материале Валентина Аскеровой. Пристреливаются и разминаются через пару минут на старт. Нужно быть в форме в эстафете поколений. По летнему биатлону соревнуются взрослые, ветераны и совсем юные спортсмены, которые только-только начинают спортивный путь. Первый раз, дебют, всегда первый раз страшно. Стрельба мне очень нравится, как стрелять, все с оружием. Ну и лыжи тоже, тоже интересуются. А олимпиаду-то есть вклад? Ну, надеюсь, буду тренироваться, я там посмотрю. Андрей Устинов преследует, преследует Сергея Рыбина. С 9 до 70 лет возраст участников. Малыши стреляют из синематического оружия, взрослые из малокалиберных винтовок. В гонке на скорости меткость участвуют и члены сборной страны по биатлону. Настоящие звезды Павел Волков, Екатерина Копырина и, конечно же, председатель Союза ветеранов биатлона Алтай по совместительству организатор стартов Сергей Локтев. Вот такого уникального в России нет, когда вот с 9 лет и до 70 лет у нас. Это такие соревнования, они, в общем-то, мы их традиционно проводим, посвященные победе Великой Отечественной войне в честь 9 мая Великой Победы и поддержке наших вооруженных сил, вот тут спецоперации, которые проводятся, поскольку мы все понимаем, насколько важно решить те задачи, которые поставил президент. По итогам эстафеты золото взяла сборная Алтайского края, серебро Барнаула и Новосибирска, а бронзу – атлеты из Алтайского и Камчатского краев. Помимо кубков и медалей, пять самых перспективных биатлонистов получили стипендии. Около 50 тысяч рублей вручил каждому Александр Локтев. Стипендия выплачивается самым топовым спортсменам, которые показали результат. Там они с союзом биатлонистов определяют данных спортсменов и вот по окончании сезона выплачивают. Ну, собственно, выплачивает союз биатлонистов ветеранов Алтая совместно с федерацией биатлона города и Алтайского края, ну и совместно с моим фондом социальных проектов. В семье Локтевых отмечают, что с каждым годом Алтайский биатлон покоряет все больше вершин. Наши атлеты все чаще попадают в национальную сборную страны благодаря комфортным тренировочным процессам и хорошей поддержке на всех уровнях. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Десятки спортсменов со всей России борются в Барнауле за звание мастера спорта по настольному теннису. Турнир «Победа» взял старт 10 мая и участвуют в нем не только алтайские теннисисты. О том, чему важно научить подрастающие поколения спортсменов, кроме стремления выигрывать, расскажет Дмитрий Дроздов. За каждую ошибку плата может быть дорога. Ведь на турнире «Победа» на кону звание мастера спорта России по настольному теннису. На него претендует как минимум 160 теннисистов из 22 регионов страны. Кто занимает первое, второе и два третьих места, можно будет присвоить мастера спорта России. Обязательное участие, чтобы не ниже первого взрослого разряда и КМС-а участники были. Один из самых перспективных на турнире – это 12-летний юноша в настольном теннисе 4 года. Но уже успел стать призером на первенстве страны и выиграть золотую медаль на сибирском уровне. Вообще главная цель у меня – получить хорошую профессию. А настольный теннис – это так, чтобы форму поддерживать. И такой подход от тренера. Мало быть спортсменом, нужно быть и человеком. А это звание выковывают строго дисциплиной, чтобы успеть все, без перекосов. Тренировки, тренировки, тренировки. Каждый день. Нормальное питание каждый день. Высыпаться каждый день. Ложимся, допустим, не позже, чем 10 часов. Встаем, это полвосьмого, и в восемь мы уже первые здесь. Причем даже на первом месте. Какой смысл, если там, допустим, в специалистных клубах дети занимаются по 6 часов, а учатся только 2 часа. Ну, мало чего научатся. Для своих подопечных тренер и сам живой пример из-за сложных семейных обстоятельств. А Динду Власов купил ему ракетку и за свой счет возит на соревнования в разные города. Более того, тренер принял воспитанника, зная, что работать с ним придется в разы больше. Он, похоже, родился с переломами колен. Вот, и сначала ходить не мог. Предлагали операцию, мама отказалась. И когда мне пришел, я догадался. И на каждой тренировке делал ему процедуру по полчаса. И только потом он мог хотя бы сечение часа тренироваться. У спортсменов есть еще день, чтобы приблизиться к званию мастера спорта. В Барнауле надеются, что среди победителей будет много алтайских ребят. К слову, наша школа – одна из самых мощных. Только сейчас в крае занимается более 20 тысяч любителей и профессионалов. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза компания «Эволар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok